здравствуйте друзья доброе утро вопрос меня зовут максим пишу из санкт-петербурга достаточно давно заинтересовала тема тестирования программного обеспечения и смена трудовой деятельности в целом прослушал ваши курсы прочитал пару книг в этой сфере изучал вопрос в сети как перейти в данную профессию прочитал уже много статей состоявшихся специалистов изучил основные вопросы которые задают на собеседование джуниором и тут сложилось впечатление что стать тестером вообще не проблема так что тут решает только желание все статьи об этом только и трубят мы в вас верим вам нужно только захотеть главное действовать и иметь желание немного похоже на закликуху бизнес-тренеров фирму амвей наслушался начитался подготовился изучил вопрос амбиции просто бьют ключом а по факту абсолютно ничего не выходит я имею высшее техническое образование одного из топовых университетов санкт-петербурга к сожалению опыт работы никак не пересекается с данной деятельностью но я и резюме отправляю либо на стажера либо пишу в сопроводительном письме о просьбе рассмотреть меня как стажера и абсолютно ничего в одну фирму которая меня больше всего заинтересовала своими разработками программного обеспечения для немецких автомобилестроительных концернов моё образование плюс работы плюс хобби стучался куда только можно оставил отклик на hh веб-сайт видимо написал на почту заполнил анкету прямо на их сайте в общем везде тишина сейчас прохожу онлайн курсы введения в программирование самые основы и тут складывается такое же впечатление вам надо немного потрудиться и все главное желание большая нехватка эти специалистов и все в таком же духе очень вам благодарен за то что делитесь опытом отлично мотивируете и так далее мотивируете действовать амбиции сами начинают выпрыгивать но в реальности почему-то ничего не получается вот такой вопрос будем разбираться расскажу случай так в иллюстрации как бы того о чем речь идет такой случай значит есть у нас девушка одна я не знаю там лет ну к тридцати годам из индии сама и так она вроде бы но я не знаю вид очень такой интеллигентный знаешь вполне могла быть доцентом такой интеллектуальная внешность очки ну она отучилась там прошла интерншип в компании и после этого ну ни в какую вот она говорит пошлите меня еще на интерншип пусть меня там оставят мы говорим так о чем тебе работу не поискать она вот уперлась в поиск работы и вот но никак и наверно месяца полтора вот так она ходила ходила пока ее софия ко мне не прислала для выяснения ситуации но и я так с ней сколько там минут десять поговорил на предмет того что она не инвалид она нормальный человек все у нее на месте но и почему бы ей собственно если другие могут она чего ну короче через две недели она уже получила оффер в google и надо сказать что при этом она не здорово было тесты сдавать вот я последний тест там у него принимал она уже оффер получила уже там принесла какие-то гостинцы а ты сдать не могла написать тест кейсы нормальные после практики уже не могла баг репорт не могла любой вопрос который я и задавал она не молчала она так очень активно и заинтересованно что-то говорила но по содержанию то что она говорила не складывалась ни во что то есть как бы каждое следующее предложение не имело отношения к предыдущему и вообще это было не на тему который надо было говорить но то есть это была катастрофа ужасно при этом если вы со стороны вы посмотрели вы бы не поняли тоже она говорила заинтересована так вы вот в общем так же нормально если не вникать смысл слов и она уже с оффером из google понимаете и эти тесты сдать не могла я ему тоже поработай потом все-таки приди сдай это же все-таки важно однажды научиться в общем господи боже вот как и короче я к чему рассказываю что действительно есть такой компонент в простых вещах таких технических профессии начальных таких уровнях и так далее есть такой компонент 6 человек пошел искать работу то он ее найдет если человек работу искать не пошел уже неважно как он там ну подготовился что он изучил и ничего не важно если он не пошел искать работу потом вот как вчера у меня был урок как раз вечерком там много девчонок было индейских индейских и я тоже вот на тему поиска работы говорил и мотивации и вот я им говорю вот смотрите гудетки вы поднимите руку кто прошел через range marriage то есть родители замуж выдавали вы так прилично так наверно половина из них так руку тянут остальные можете стесняются я не знаю я говорю вот представляете гуи разницу между тем что родители тебя приводит одного показали другого показали третьего и ты говоришь ой как я счастлива что вы меня привели вот этого вот там раджи раджива да и какая я счастлива и там и так далее и совершенно другое отношение когда говорит ну хорошо хотите чтоб я за этого вышла так я выйду понимаете девки веселые попались вчера ржали как я не знаю что то есть что-то такое у них по этому поводу вызывала такие веселые ассоциации но они поняли о чем мы говорим в эти одно делаешь но хорошо я буду искать работу так ты не будешь ее искать это не поиск работы это не любовь это не семья это не брак понимаете когда ты это делаешь ну хорошо ну так я буду вот поэтому люди которые учат этому я я не говорю про жуликов это отдельная история но я говорю про те кто по-честному и по-серьезному они видят постоянно как люди которые вроде бы так смотришь так и невзрачники какой-нибудь и вроде никаких таких талантов особых не проявляет сидит тихонечко очень не поймешь кто чего а как попер его не остановить а другой приходит такой весь интеллектуал там 5 арт 5 вершков там у него лоб понимаешь и очки и шнобель все все при человеке а боится если мама за ручку не отведет все вот и все поэтому они мотивируют потому что мотивированный человек он пошел искать работу он нашел работу значит в данном случае насчет так я же мотивирую но я же разобрался я же книжки почитал я же все это делал я из приличного технического университета я хочу сказать что вот эта вот фраза насчет изучения языков программирования или там тестирования вот когда складывается ощущение он ведь складывается ощущение что там вообще ничего только пошел и вот мол так послушай да ты же из технического университета одного из лучших стыдно даже из-за такой ерунды вообще разговор какой-то вести чего тебя там учат на три копейки я пацанов знаю восемнадцатилетних там 17-летних которые программируют но во всяком случае на этих курсах там им подхватывать нечего они могут их вести и и что это что для этого нужно было университет технический заканчивать один из лучших это действительно просто но уж во всяком случае для человека с таким бэкграундом это стыдно говорить понимаете не о чем говорить вообще сколько людей профессионально программируют которые пришли абсолютно из не технической такой индустрии там если музыканты программируют инженеры механики программируют учителя программируют ну кто только сегодня не программирует я не хочу сказать что это лучшие программисты страны нет не дай бог нет конечно вот но но тем не менее они работают нормально зарабатывают хорошо и так далее тогда то есть в известном смысле да не о чем говорить но даже когда правда даже когда вроде простая вещь всегда будут люди которые не смогут не смогут научиться не смогут осилить не смогут сдать тесты и так далее они всегда есть каким бы простым не было то что они изучают даже при том что у них потенциалов 10 раз больше чем нужно чтобы эту простую вещь изучить они тем не менее не могут этого сделать у них внутренний какой-то надлом они смотрят книгу а видят фигу в лучшем случае фигу видят фига это еще не так плохо вот есть люди которые смотрят книгу а видят только дерьмо почему дерьмо что никуда не посмотрят всюду дерьмо что в книге что на людях что в обществе что там в природе и так далее поэтому что же тут можно сделать значит насчет мотивации и знание конкретного все-таки значит искать работу надо уметь и каждый рынок но я не знаю рынка санкт-петербурга я только знаю полно народу который например нас учились там вот тоже они этот онлайновый курс прослушали и работают и в москве и в петербурге и в харькове и во львове и в киеве и в калуге понимаете значит я не знаю как они искали работу честно мне так это как-то необычно что когда наш когда у меня студент учится то я как бы контролирую направляю и так смотрю чтобы они не рассыпались там а все-таки делали как положено вот как люди ищут работу в петербурге калуге харькове львове там житомире я не знаю и я каждый раз так у меня внутреннее восхищение думаю надо же вот люди пошли сами какое-то резюме написали там и и вот на тебе вот как но история в чем значит человек я делаю все правильно в том смысле что я считаю что я делаю правильно но послушайте но если вы делаете что-то так и она не дает результата но скажите себе я что-то делаю не так но но проще же нет ничего мы же все-таки в тестировании да и тестирование это как бы наука и искусство где в основе лежит здравый смысл и только потом технические знания ну здравый смысл говорит вот я делаю 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 мне не получается энштейну принадлежит определение безумия безумие это когда человек делает одно одно и то же у него не получается он продолжает делать вот это давайте значит мы говорим себе не получается значит я что-то делаю не так это что-то происходит на уровне поиска работы может быть не надо это письмо писать я не видел вашего резюме я я я не представляю что там но в принципе резюме чтобы быть привлекательным должно содержать проекты то есть вы должны описать какие-то проекты это может быть учебный проект этом это может быть пять учебных проектов может быть вы что-то делали там на ютесте или в каком-то там фрилансе и так далее open source какой-нибудь но это должны быть проекты в конце концов вы можете взять проект со стороны вот вам нравится какая-то обликушка там возьмите ее протестируйте ну и сказать вот это мой проект напишите тест-кейс там баг-репорты напишите вы найдете много ошибок если вы учитесь этому делу вас вас же учат находить ошибки и писать баг-репорты и вот сделайте нормальное резюме и тогда вас начнут звать вас не зовут за то что вы курсы брали хотя конечно бывает и так тоже тем более если вы из приличного университета но здесь уже возраст может сказаться скажем если человеку 30 лет и он из приличного университета это не то же самое что ему 21 и он из того же самого университета с того же самого факультета надо смотреть это всегда вот этот трабл шутинг процесса поиска работы он всегда индивидуален и специфичен то есть общих каких-то рецептов но они есть но они слишком общие то есть не факт что вы найдете что-то там для себя но давайте теперь вернемся к мотивации значит при том что мотивация очень важна да и как сказать очень многие люди не добились ничего в жизни потому что у них не было достаточно мотивации то есть у них было все кроме мотивации но есть и обратная сторона этого дела значит есть люди которые думают что достаточные мотивации а все остальное уже и не нужно и к сожалению их мотивирует то что в этом направлении рассуждать их мотивирует то что есть люди вокруг которые вроде бы действительно вот он так знаете раз раз и и вроде ничего и не знала и как-то выбился в качестве таких экстремальных примеров вот там продавщица вышла замуж за английского принца девушка с улицы стала звездой голливуда билл гейтс не заканчивал университет бросил и ушел значит не нужны университеты правда и вот так пошло и поехало вот вася там ничего не знала там стал тестером и там программистом зашибает бешеные деньги а там сам два процента посчитать не может значит в уме но но тут еще есть тонкость вот я столько сколько я замечал людей которые рассуждают типа но если вася может то и я могу эти люди не понимали что такое вася они не понимали что у вас есть то чего у них близко нет то есть они заблуждались по поводу того что кто-то не имея достаточных оснований не имея как бы содержательной стороны а только на энтузиазме на смелости там и так далее раз и и в дамки попал значит тут тут без иллюзий конечно важно вот вы можете выйти в во двор да или там где у вас огород вот вы вышли в огород и начали руками делать пасы такие знаете делать пасы и говорить уходите сорняки уходите сорняки уходите сорняки и сорняки никуда не уйдут понимаете если мы с вами реалисты я не говорю оптимисты или там пессимисты да но не будучи пессимистом я вам скажу что сорняки никуда не денутся от того что вы будете руками делать пасы и повторять какое-то заклинание сорняк удаляется тем что вот и надо идти физически и вы выдергиваете соответственно если вы хотите быть инженером значит вы должны иметь какие-то знания ну во всяком случае достаточные для получения первой работы как минимум ну нельзя быть с нуля понимаете то есть вы можете сказать я ничего не знал может быть но но было что-то вместо этого на четверг было образование может быть из приличного места а может быть был какой-то разговор который показывает что человек мотивирован и в состоянии разобраться и тогда а бывает что взяли чека раз раз и отправили через три месяца так тоже бывает сколько хочешь то есть они тоже где-то рискуют но нужно обладать критической массы и и мотивации как бы светящиеся глазки и напор это все часть критической массы но действительно есть какая-то спекуляция такая тут пример был из амвея действительно в сетевом маркетинге вот как-то они пытаются людей подбить на типа каждый может там только захоти и там и так далее но в итоге они ведь чего делают они говорят это с тем чтобы человек там вступил в систему он когда в систему заступил он деньги какие-то заплатил сам как потребитель и и дальше он никакого бизнеса никогда не разовьет и все это знают но может быть там на сто человек которые заплатили может быть один начнет хоть что-то делать а на тысячу один там раскрутиться как-то посерьезно поэтому но вот его функция такая ему голову забили деньги какие-то взяли и дальше он не интересен потому что он не соответствует модели да то есть он должен был бы сам рваться в бой а он не рвется никуда то есть его мотивировали но не было основы такой то есть его мотивировали так сиюминутно на сиюминутный расход а дальше все дальше нет мотивации хотя безусловно были люди которые там вот так можно пальцем на них показать искать а вот этот был такой же точно как ты но вот он в итоге добился а ты нет потому что он делал а ты не делаешь и это правда в любом деле если ты не делаешь то ты ничего не добьешься но что сказать в любом случае это полезно послушать и даже поучаствовать и даже если ты деньги потратил какие-то у тебя появился жизненный опыт выкидывание денег на ветер и ты хоть и хотя бы знаешь что вот это больше для тебя лично не работает а может для кого работает но для тебя лично нет так есть меня местечко-то под солнцем ну-ка смотрим есть 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 такая вот история значит что касается молодого человека если вы в практическом плане хотим в практическом плане молодому человеку мы скажем так в питере слава богу тестеров как я не знаю там как воробьев на огороде поэтому процент двигайтесь на форум там софтворотеретестинг точка ру вот например туда и напишите эту вашу историю скажите ребята что я не так делаю во первых может быть кто то вас там и позовет поговорить во вторых посмотрите ну наверное совет какой-то дадут все через это проходили вы не первый вот там может быть на один разумный совет будет десять уродов которые захотят там поглумиться оставьте их там где они есть не отвечайте не читайте это это форум вот тут к сожалению так работает но есть люди вокруг которые очень точно скажут там на местности прямо не очень точно скажет что еще сказать ну скажем в америке я бы вам сказал там двигайся на linkedin и там значит посмотри людей которые в профессии подкатись к ним там в личке там ну как-то подпишись и скажи там вот пошли на ланч там пригласите на ланч там поговорить о профессии о чем-то ну вот у нас называется информационного интервью вот я я не знаю работает ли такой механизм там где-нибудь в российской федерации но во всяком случае если вы видите человек и он в профессии всегда можно сказать пошли там вместе пообедаем посоветоваться нам ну вот и все то есть я бы так сделал счастливо а